13 мая 13 мая 13 мая Нет, абсолютно беспочвенны претензии слюсар — «Бразилиц» его не видел. Это раз. Валентин запаздывал. Это два. А между ними ещё и два защитника присутствовали. Всё интересное во втором тайме пришлось на промежуток с 57 по 72 минуты. Хозяева взорвались, и осколки раз за разом пытались попасть в «Полтавские ворота». Вот удар олейника чудом переводит в штангу «Маркоски». Выстрел жажает за пределы в штрафной, скорее как напоминание вратарю быть бдительнее. И тут же, по уже дававшему сбой флангу обороны гостей, выходит на ударную позицию Олейник. Бьет от души не точно. Борского уступила физике, моментов имела немного, главным образом стараясь не пропустить и перевести полуфинал в Полтаву. Но и гости в этом отрезке отметились двумя острыми выпадами. Бажан был в шаге от провала, Марковский прикрыли защитники. Главина не часто ускользала от Майдана и Папа, так что на 72-й минуте воспользовался глотком воздуха сполна. Острейший прострел Гуэй едва не переводит в свои ворота. Вот тут команды и устали. Минут за 15 до финального свистка пошли замены, перестали проходить передачи и все, что смог выжать металлист, в оставшееся время это удар Олейника после углового. На большее соперников не хватило. Хозяева пытались вырвать победу, оголяя тылы. Ворского упрямо стояла на своем и смогла удержать ничью в свою пользу. 0-0 и Украина впервые познакомится с европейским кубковым веянием. Переигровкой.